МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей столицы Чувашии неумолимо приближается. Подготовка к нему уйдет полным ходом. Много интересного готовит город для жителей. Конечно, 550-летие Чебоксар сейчас одна из главных тем. Не исключение наша программа. О знаменательной дате в истории, о вкладе в подготовку праздника депутатского корпуса столицы мы беседуем с Андреем Федоровым. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. День города обещает быть грандиозным. Давайте пройдемся по основным моментам мероприятия. Празднование. Куда стоит сходить с жителем Чебоксар? Где будут самые интересные мероприятия? Что нового, необычного? В этом году мы празднуем 550-летие нашего города. Что уже само собой необычно. Красивая дата. Мы долго к нему готовились. Готовились не только мы, но и весь город. Готовился все жители. Праздование будет происходить целую неделю. С 18 августа по 24 будет много событий, связанных с этим празднованием. Естественно, будут и любимые наши уже пилоты, стрижи прилетят к нам. Что тоже весь город, наверное, ждет уже их с нетерпением. Ну, с чего мы начнем наш разговор? Наверное, как мы готовились к этому? Мы депутатский корпус, администрация города и регион в целом, наверное, все готовились к празднованию нашей столицы города. Ходили по предприятиям. В школьное время, когда еще дети не ушли на каникулы, посещали многие школы. Детям показывали историю нашего города, создание нашего города. И вот я хочу сказать, что все смотрели, было всем очень интересно. Потом, летом, мы уже начали по предприятиям ходить, тоже взрослому населению, тоже объясняли, показывали. И у нас красивый фильм снят, администрация нашего города, про наш любимый город. Всем очень нравится. Ну, а мероприятия, наверное, уже всем известные. Сейчас не будем останавливаться, потому что их очень много. Давайте по самым основным, что будет самое грандиозное. Вот то, что, например, главная площадка перенесется с Красной площади на певческое поле. На певческое поле, да. Ну, будет очень много разных мероприятий, что сейчас, наверное, даже не перечесть. Потому что и певцы будут приезжать к нам, известные, и стрижи прилетают, и водное шоу будет у нас. То есть проходить водные соревнования в нашем городе. Ну, праздник должны прочувствовать все жители столицы Чувашии. Без внимания не должен не остаться ни один округ. Вот что интересного увидят ваши избиратели? И идет подготовка уже на вашей территории? Да, вот на нашей территории нам повезло с нашим округом, потому что по голосованию, по одной из площадок, по благоустройству нашего города, был выбран парк Дорис, который как раз будет открываться на день города. И с чем поздравляю жителей своего округа, это вот на газопроводе Дорис парк. Приходите, посмотрите. Новый абсолютный парк с велодорожками, со всякими игровыми зонами и с хорошим по центру туристической зоной. Будут ли какие-то мероприятия уже в парке проводиться на день города? Ну, в парке, я думаю, будут традиционные мероприятия, связанные с открытием этого парка. Будут много гостей, будут всякие шоу. Ну, будет интересно в любом случае. И мне очень отрадно, что жители моего округа проголосовали за этот парк. И вот он был выбран. В общем, стоит прийти посмотреть? Обязательно. Должно быть все грандиозно, красиво и красочно. Обязательно, да. Знаю, что вы один из самых молодых депутатов ЧГСД. Вот расскажите, пожалуйста, как строите свою работу и как часто встречаетесь с жителями? С жителем мы встречаемся по мере необходимости. Ну, вообще, вот мы каждый четверг, у меня моя приемная работает, это в поселке Лапсары. Почему Лапсары? Потому что немножко район отдален от города. И вот как бы жители, чтобы не чувствовали себя ущербно, могут приходить в мой офис, скажем так. И по четвергам я встречаюсь после шести вечера каждый четверг. Ну, когда меня нет, в моем отсутствии, там мои помощники записывают, и мы потом уже встречаемся. То есть можно записаться и прийти к вам каждый четверг на прием, легко попасть? Да, конечно. Что и происходит по сегодняшний день. Много ли вообще приходят? Приходят достаточно много, да. Бывают разные встречи, бывают коллективами приходят, разные моменты обсуждаем. Ну, вот один из таких самых ярких, вот могу вспомнить, это вот наша транспортная реформа, которую мы тоже поддерживаем. Да, сложности есть, но сложности всегда бывают. Так как, повторюсь, поселок немножко отдален от города, этот вопрос очень остро стоял у жителей. Ну, мы вот совместно с жителями, с активными участниками нашего поселка обратились в администрацию города. И мне приятно, что они услышали нас, услышали меня как депутата, как жителей, что и вот все наши замечания, просьбы, они моментально все решалось и откликалось руководством нашего города. Большое им за это спасибо, вот хотелось бы тоже поблагодарить, пользуясь случаем. С какими в основном проблемами и вопросами чаще всего обращаются жители к вам? Чаще всего обращаются, это вот по дорогам обращаются, по парковым зонам, тоже бы хотелось бы нам и в Лапсарах свой парк обустроить когда-нибудь. Но это все вот уже происходит методом голосования. Вопросы ЖКХ затрагиваются, транспортная реформа затрагивается, больницы, поликлиники. Много очень вопросов, но бывают, конечно, вопросы частного характера. А как быстро вообще решаются вопросы? Все зависит от вопроса, который есть. Бывает, который там можно быстро решить, бывает, что несколько месяцев приходится решать. В зависимости от вопросов, да? Вообще расскажите, пожалуйста, какие задачи видите по развитию поселка Лапсары, микрорайона по улице Гладково, да, ну вот по вашей территории? И какие-нибудь инициативы выдвигают сами жители по улучшению условий, возможно? Ну вот инициативы в основном выдвигают они в качестве то, что вот они видят проблемы своего поселка. То есть в этом-то они и нуждаются больше всего. Ну в основном это больницы просят, конечно. Вот мне бы хотелось парк увидеть в Лапсарах, так как жители Лапсар не все могут там часто выезжать в город, хотя это городская территория, поэтому, мне кажется, было бы необходимо и замечательно в Лапсарах обустроить парк, существующий парк. Причем не надо выделять дополнительных земель, земли уже есть, парковые земли, просто их надо благоустроить. Ну это будет методом голосования все избираться. Также люди просят поликлиники, ну это уже ближе вопрос для здравоохранения, для министерства здравоохранения. Но мы со своей стороны, как муниципальные депутаты, тоже пытаемся, просим, пишем письма. Будем решать, нерешаемых вопросов не бывает. Все верно. Знаю, что состоится в земельной комиссии. Вот с какими вопросами, предложениями чаще всего обращаются жители, вот касаемо этой темы? Ну, к нам обращаются как физлицы, так и юридические организации, застройщики, строители в основном, кто ведет активный образ жизни, кто строительством занимается. У физлиц в основном это вот кто либо начинают строиться, либо уже построены здания, хотят ввести в эксплуатацию. И вот у них есть всякие отклонения, здания перемещают ближе к дороге, ближе к соседу. И мы вот коллегиально приносим, коллегиально решение выносим в данном, в конкретном случае, как быть, как, ну, всегда, в основном, в рамках закона идем навстречу людям, жителям и строителям, естественно. Не тормозя процесс, наша комиссия работает, как минимум два раза в месяц мы собираемся, и все решаем оперативно. Много ли вообще приходят жалоб? Жалоб не приходят, приходят просьбы, обращения. Ну, вот в каждом заседании по 15-20 обращений рассмотрим. Ну, достаточно много, я считаю. Ну, прилично тогда. Прилично, да. Сейчас актуальная тема – это вот бесхозный объект, находящийся на муниципальной земле. Как решается их сюзба? Есть ли какие-то спорные вопросы? Эти земли, я считаю, бесхозные земли, их вообще не должно быть в городе, потому что, тем более, это наш город такой красивый, который мы хотим себя обустраивать. Но руководство нашего города, оно ведет мониторинг этих земель, и они выносят либо на изменение назначения земель, а потом в последующем на конкурс, на аукцион выносят. Но я вижу, что город активно занимается этим вопросом, и все пока хорошо. Хорошо, что двигается как-то, да? То есть пополняется казна тем самым нашего города. Комфортная городская среда, благоустройство дворовых территорий. Ну, вообще у нас реализуются, сами знаете, немало программ. Вот какие бы вы выделили? Ну, мне нравится программа «Комфортная среда». То, что вот в наших дворах сейчас наконец-то начали большие площадки строить, красивые. Не то, что там две скамейки и одна, грубо говоря, качеля, а уже прям спортивные комплексы. Я вот тоже со своим сыном туда, с дочкой хожу. Ну, вот в связи с этим тоже вопросы возникают, как их дальше обслуживать. Это мы тоже рассматриваем на разных комиссиях. Мне нравится, что на самом деле очень много строится дорог, ремонтируется дорог, что мы еще начали обращать внимание на дворовую территорию. Потому что человек, он едет с работы, приехал домой по хорошей дороге, что приятно, в чистый подъезд зашел, но он хочет выйти погулять. Не каждый может доехать до парка, до того же самого Дорис Парка. Ну, и не везде есть, да? Да, не везде есть такие. И поэтому, когда во дворе таких строятся большие красивые спортивные комплексы, это очень приятно. Теперь вопрос к вам, как к горожанину. Вот какое место в городе ваше самое любимое? А вот какое вы бы хотели изменить? Ну, самых любимых мест у меня, конечно, в городе много. Это вот наш залив. Теперь я думаю, что и Дорис Парк присоединится. А изменить бы я хотел бы только, ну, не только, конечно, но предпочтительно в своем округе. Потому что своя рубашка ближе к телу, как говорится. Вот хотелось бы в своем округе, чтобы было тоже приятно проводить время нашим жителям. Я думаю, каждый депутат стремится в своем округе сделать, принять участие, благоустройство. И в насущных решениях, насущных проблемах. Давайте все-таки вернемся к теме 550-летия. Осталось буквально несколько недель. Вот что-нибудь хотите сказать жителям, горожанам? Да, ну, хотелось бы пригласить, конечно, чтобы жители приняли активное участие. Приезжает много гостей из столицы. Ко мне тоже, как к частному лицу, приезжает много гостей из разных городов России. Выходите, празднуйтесь, посмотрите, как город наш красиво живет. Вы это, конечно, уже видели на стендах на всех, на многочисленных. Но хочу вас в пользу случаем пригласить всех на праздник нашего города, любимого. Не оставайтесь в стороне, гордитесь, любите свой любимый город. В общем, праздник должны прочувствовать все. Да, спасибо большое вам. Ну что ж, большое спасибо, что нашли время, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, в гостях программы «Местное самоуправление» был депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Андрей Федоров. До свидания. До свидания.